Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Смотрим, что у нас с биткоином и с рынками в целом. Что можно сказать? Неделька у нас открылась с вами на хайконаши свечках. Очень даже неплохо для быков. Посмотрите, зеленая плотная свеча хайконаши. Это хороший знак. Опять же, если мы посмотрим обычные свечки, то у нас уже вторая зеленая свеча. Но первая недельная хайконаши это как бы более подтверждающий знак того, что мы увидим как минимум хороший отскок здесь. Я же думаю больше, ребята. Смотрите, тут все на нашей стороне. Parabolic SAR показывает точки снизу. Мы закрепляемся на сетке SuperGoopy при хорошем раскладе, которую мы должны развернуть обратно в бычью сторону. То есть она станет зеленая, когда краткосрочный мувинг пересечет долгосрочный. И, соответственно, мы закрепимся на вот этом 200-м дневном мувинге как на поддержке, как это бывало вот здесь и вот здесь, когда мы двигались, собственно, в бычью сторону. Вот. Поэтому смотрим. Сейчас, конечно, еще об этом говорить немного преждевременно. Мы можем все еще отбиться от него как от сопротивления на 46 тысяч, пойти ниже и Parabolic SAR пойдут точки сверху. Но пока этого не видно. Пока видно, что быки перенимают инициативу. И, кстати, хочу вам сказать, что на нашем втором канале только что вышел перевод видео Боба Лукаса, которого вы так просили и ждали. Кто не в курсе, Боба Лукас – это один из крутейших макроаналитиков. Вот. 40-минутный видос перевел наш переводчик Рома, за что ему большое спасибо. Так что не забудьте подписаться на наш второй канал тоже, если вы на него не подписаны, по ссылке из описания. И посмотрите это видео. Сейчас оно появится у вас сверху. В целом, что мы видим? Неплохо все отскакивает. Давайте-ка взглянем еще на сайфер. По сайферу желтой точки так и не последовало на дневке, но была желтая точка в прошлый раз на дне, вот здесь, на 30 тысячах. Что говорит о том, что с высокой долей вероятности это у нас было дно, и мы его не перепишем. То есть вот это у нас было новое локальное дно. По коридору BeamBenz я вам напоминаю, что мы находимся просто неприлично дешево, неприлично низко. То есть, да, у нас, конечно, нижняя граница этого коридора сейчас – это 19,520 тысяч. Но мы же не в медвежьем рынке, правильно, а в бычьем. Я надеюсь, вы это понимаете. Соответственно, у нас здесь потенциал есть идти к верхней границе. Верхняя граница же у нас это 240-250 тысяч. Просто вам на заметку, что биткоин обычно, вот в логарифмической шкале будет более понятно, биткоин обычно заканчивал пики своих циклов наверху канала, нежели где-то посередине. И даже промежуточные пики внутри цикла тоже были вверху канала, как вы видите. Так же, как и дно медвежьего рынка всегда было на дне канала. Вот. В этот раз пока мы еще не видим пика. То есть, у нас был, опять же, пик наверху канала в прошлом цикле. Опять же, дно медвежьего рынка у нас было на дне канала. И мы все еще не видим пика бычьего рынка наверху канала. Так что вот так. Вот может это вас подбодрит еще. Не знаю, ребятушки. А то что-то я смотрю, судя по комментариям и по чатам, все настолько разуверились в крипте. Все ждут криптозиму, какие-то цифры там 15 тысяч за биток или еще что-то. Ну, на мой взгляд, это просто глупо так делать. Когда всех вот вытряхивают с рынка и мы явно находимся не в медвежьем тренде, а в боковом. То есть, мы год консолидируемся. И так долго мы консолидируемся явно не для того, чтобы просто всех побрить и упасть вниз. Знаете, они могли это и быстрее сделать. Скорее, здесь кто-то крупный просто сдерживает цену и накапливает позицию. Вот. Что, в принципе, еще я хочу отметить и по золоту. Что хочу отметить по золоту, ребята, так это то, что оно находится в очень схожей ситуации с биткоином сейчас. Только на больших таймфреймах, поскольку золото старинный инструмент. Да, это мерило ценности уже многие тысячелетия на Земле. До всяких долларов и прочих бумажек. Это всегда было золото. То есть, с ним считаться как минимум стоит. И вот кто-то пишет, вот золото нифига не дорожает. Типа я там в нем в минусах. Чуваки, вы посчитайте, полвека назад, в середине 20 века, там одна определенная квартира, я просто знаю историю, стоила 4 тысячи долларов. Сейчас эта же квартира стоит 400 тысяч долларов. В золоте она стоила как тогда, так и сейчас одинаково. Вот вам весь ответ на ваш вопрос. Золото сохраняет ценность. И золото сейчас выглядит очень по быче, ребята. Смотрите, оно рисует вообще макро-чашку с ручкой, с пробитием наверх, с целями, я не знаю, куда-нибудь, ну на... Ну, консервативно, конечно. Ну, короче, консервативно 1000 на 4, на самом деле. 1000 на 4 оно смотрит, а так на все 7. И когда этот тузамун начнется, как только отпустит искусственное сдерживание цены. Я почему говорю похоже на биткоин, потому что реально очень похоже на биткоин. Мы возле All Time High флетим. Нас искусственно сдерживают, чтобы все хомяки продали. А крупный игрок набрал позицию. И дальше начинается цепная реакция. Начинается шортсквиз, ту-зему, и хомяки начинают снова впрыгивать на хаях. Поэтому, дисклеймер, не финансовый совет, но я лонгую золото. Даже вот несмотря на этот локальный пролив, кстати, это сейчас хороший заходной на локальный пролив. И многие спрашивают, что с биржей PrimeXBT. PrimeXBT в России последние несколько дней не работает. Видимо, какая-то фигня с Роспотребнадзором, с Роскомпозором или еще что-то. В общем, на самом деле с биржей все нормально. Она прекрасно работает. И как попасть на свой аккаунт на бирже, рассказываю. Первый способ – это использовать VPN. В моем случае это NordVPN. Отличный сервис для VPN, но он платный. Если вы хотите бесплатно зайти на любой сайт, в Brave браузере, в нашем любимом Brave браузере, brave.com, здесь есть новая вкладка Store. Нажимаете новую вкладку Store, вводите PrimeXBT и погнали. Вводите капчу, короче, и все работает. Вот, так что на бирже вы можете свое попасть легко. Я, собственно, здесь брал на прошлой неделе лонг по золоту в обеспечении 5000 долларов, уже в плюсе на 3500 долларов, при том, что вот мы видим локальную коррекцию. Поэтому эта локальная коррекция – это как раз, скорее, хороший вариант для до-закупа. Для до-закупа по вашему лонгу по золоту. Потому что, ну, глобально, ребят, золото, ну, это же ежу, понятно, что это УЗМун. Сейчас ввиду неразберихи всей этой с ФРС, там, с фондовым рынком, со ставками и так далее. Вот, и на бирже PrimeXBT вы также можете торговать очень многими активами, такими как Форекс-валюты, индексы компаний, индексы S&P 500, NASDAQ, NATGAS, серебро, нефть, все что угодно. Поэтому биржа, на самом деле, очень крутая, потому что она дает вам, имея в обеспечении биткоин, эфир или USDT, торговать всеми традиционными активами. Это ваш, скажем так, криптоброкер в мир традиционных финансов. Поэтому, ребята, обзор, как торговать на этой бирже, у вас сейчас появится сверху. Ссылку на биржу вы найдете в описании, друзья, в описании этого видео. Ссылка на PrimeXBT и бонус до 7000 долларов на депозит по промокоду CryptoCommons50. Вводите промокод там, в своем маржинальном аккаунте, и после этого пополняете счет. Бонус до 7% на депозит, до 7000 долларов. То есть, если вы внесете 100 тысяч тезера, вы получите 7000 тезера сверху. Посмотрите, обязательно урок, как торговать на PrimeXBT. И я лично думаю, что золото реально попрет очень хорошо. То есть, это мой такой хеджевый актив сейчас. И вместо тезера я тоже предпочитаю держать PaxG. Это токенизированное золото от биржи Gemini. Стейбл Коин, скажем так, привязанный к золоту. Вот. Ну и давайте глянем, что у нас еще происходит с дэшиком. Да ничего пока не происходит. На глобальном масштабе, смотрите, мы все еще внизу канала. Вот, что я вам хочу сказать. Мы все еще внизу канала. И если все это удалить, конечно, давайте посмотрим часовик. Что? Отскакиваем. Хорошие тени. Смотрите, какие по полонексу фитили. Там отсутствие ликвидности. В целом у нас есть аптренд от точки, откуда мы отбились. Да, от 82 мы отбились, и у нас пошел аптренд. То есть, в принципе, выглядит хорошо сейчас дэш. Никто уже в него не верит. Это прекрасно абсолютно. Как бы может ли быть еще один сильный пролив? Может быть. Поэтому дисклеймер. Лучше в это не лезьте. Лучше продавайте все шортите. А мы будем лонговать потихонечку с нормальными ребятами. Потому что, как я вам уже напоминаю еще раз, дэш и по 300, и по 100, и по 300, и по 400. Это все равно очень-очень дешево. Потому что, если вы посмотрите, где он был, то как бы для него реально и по 400 это дешево. Вот и все. Давайте глянем эфирчик. Вот эфирчик другая ситуация. Если дэш у нас вот здесь, то эфирчик уже на относительных хаях. И как бы да, он выглядит, конечно, по быче, повышающиеся минимумы и максимумы. И типа он может сейчас еще отбиться и улететь тысяч там на 10-15 баксов. Но в целом, на балансе вероятности, я еще раз вам говорю, на мой взгляд, эфир уже надо потихонечку фиксировать. Даже если он сейчас улетит и к биткоину и так далее. По этой причине дэш к эфиру я вам показываю сейчас чуть ли не самый вообще вкусный график. Супер, мега вообще тройная перепроданность. На отскок вот по Fibonacci это там десятки иксов. Желтая точка. Поэтому дисклеймер, не финансовый совет. Лайткоин к эфиру. Абсолютно такая же история. Разве что не было желтой точки. Но тоже на несколько иксов будет очень сильный памп. Как и лайткоин к биткоину. Полка дот, не знаю. Но тоже, скорее всего, отсюда сильно отскочит. Потому что провалили уже, смотрите, поддержку. Но мы внизу в накопительном канале снова находимся. Откуда, в принципе, одна дорога наверх. Поэтому, ребята, очень все выглядит сейчас круто. На мой взгляд, мы потом будем смотреть. Через 3-6 месяцев и говорить. Блин, что же мы не брали по таким вкусным ценам? А оно все улетит, как обычно, понимаете? Поэтому не тупите. Внизу надо покупать, наверху продавать. Это золотое правило. И все у вас будет хорошо. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, если вам нравится криптоконтент. 44 тысячи только что пробили. Все ссылки в описании. На бирже PrimeXBT. Еще раз вам напоминаю, можно офигенно торговать золотом, серебром, нефтью и всем остальным. И также, кстати, альтами к биткоину. Ну, а у меня на этом все. Это был GreenChess. Канал CryptoCommons. Всем профитролей. Ставьте лайки. Топы и теки. Субтитры сделал DimaTorzok